Слава Господу, братья и сестры! Благодарность Богу, наверное, братья и сестры, за наше собрание, да? Я думаю, что очень многие люди, я точно это знаю, очень хотели бы иметь хотя бы маленькую часть, особенно в это время, того, что имеем мы. Кто-то бы мечтал послушать и с утра, и вечером две разные группы, и песни абсолютно разные, хотя одну повторили, вот мы с утра эту песню, извините. Тоже пели группой, но ее вот сейчас еще раз исполнили. Но в любом случае, количество проповедников, молитв, количество, это здание. Ну, я не знаю, братья и сестры, за что нам не благодарить Бога? По-моему, все, что мог сделать, Он сделал, и за это Ему слава. Братья и сестры, я прочитаю место Священного Писания. Это будет Матфея, 24 глава. Но прежде чем я скажу, какой стих буду читать, вы знаете, Библия – это очень интересная книга. Когда открываешь какую-то мирскую инструкцию, когда смотришь руководство какому-нибудь прибору, ну, что-нибудь такое в миру, то там обычно всегда очень четко написано. Вот эта деталь нужна для этого. Вот, ну, там, например, какой-нибудь, я не знаю, болтик, его надо вот прикручивать сюда. И так дальше, этот проводок надо с этим соединять. Всегда все очень четко. Кто читает Библию, тот знает, что в Библии иногда для того, чтобы раскопать то, что Иисус хотел сказать, нужно прикладывать. Это тоже труд. Это определенное старание. Ты садишься, читаешь, и нет бы написать. Святость – это вот так, и так, и так, и перечень длиннющий. Что такое святость? Или там, например, вместо того, чтобы какие-то принципы Иисус рассказывал, ну, скажи вот, например, вот тут можно, тут нельзя, вот это смотреть можно, это нельзя, туда ходить можно, туда нельзя. Было бы гораздо, кажется, проще. Но есть много вещей, которые нам приходится раскапывать. Но, братья и сестры, есть очень много мест, которые недвухсмысленно и четко объясняют нам какие-то моменты. Наверное, простейшее из них – это определение веры. Мы все знаем, вера есть, осуществление ожидаемого, уверенность невидимого. Мы это все знаем. Вот это четко, точно описано в Писании. Здесь ни прибавить, ни отбавить. Библия за нас какие-то вещи нам определила. И вот я читаю Евангелие от Матфея, 24 глава, 45 и 46 стих. Иисус Христос спрашивает, кто же верный и благоразумный раб, которого Господин его поставил над слугами своими, чтобы давать им пищу вовремя. Блажен тот раб, которого Господин его, придя, найдет поступающим так. Братья и сестры, Иисус Христос задал вопрос и сам же на него ответил. И нам не надо долго голову ломать, потому что ответ уже есть. Он спрашивает в этой истории, он говорит, скажите, пожалуйста, кто такой хороший, добрый, верный раб? Какого раба мы можем назвать хорошим? И сразу приводит пример. Вот как мы определим, что раб, ну давайте говорить работник, он хороший. Говорит, вот, например, есть кто-то, кому я дал поручение раздавать пищу. Скажите, как могу определить, что это хороший, добрый, верный раб? И он сразу дает ответ. Хороший раб – это тот, который, когда я приду, он будет заниматься тем, что я ему сказал делать. Кто из вас, братья и сестры, когда-то работал с кем-нибудь? Может, кто-то начальник нанимал людей на работу. Вы знаете, наверное, поначалу, по неопытности, то, конечно, обращают внимание люди на длинный язык. Когда очень много кто-то умеет и хорошо рассказать о том, как он хорошо умеет работать, может расписать хорошо план о том, как нужно что-то делать. И, братья и сестры, поначалу можно такого человека сказать, это хороший работник, но проходит пару дней. И ты дал ему задание, сказал, сделай так и так. Но по возвращении ты, вместо того, чтобы увидеть, что человек занимается работой, ты слышишь очень много оправданий. Я был занят, у меня не было возможностей. К сожалению, была очень жаркая погода, я не мог приступить к работе. И, вы знаете, очень грустно становится. Ты вроде бы ожидал, что человек просто сделает свою работу. Но я знаю, что очень сильно, что в миру, что в Библии ценятся люди исполнительные. Те, которые делают то, что им сказано. И вы знаете, братья и сестры, почему я это прочитал? В Библии рабами Иисус Христос, Бог называет нас. Он говорил сам, что вы можете говорить, мы рабы ничего не стоящие, ничего не значащие. Апостол Павел, он всегда как представлялся? Он говорит, я, апостол, Павел, раб Иисуса Христа. Братья и сестры, мы никто иные, как рабы Господни. Мы добровольно стали ими. Хотя мы дети его, но мы добровольно сказали, мы будем исполнять волю твою, мы будем с работниками. Мы будем делать то, что ты нам скажешь. Это притча, братья и сестры, она не про учеников, не про... Она про нас. Мы сказали, Иисус, мы согласны. Мы идем этим путем. И раз мы называемся рабами, Иисус Христос предупреждает, говорит, ну вот, чтобы быть хорошим рабом, нужно быть каким, братья и сестры? Нужно быть занятым. Нужно быть занятым важным делом, которое нам поручил Иисус Христос. И никак иначе. Можно очень много рассказывать о своих навыках. Можно рабочую книгу, исписанную разными церквями и стажем в каждой из разных церквей, принести потом к престолу и сказать, Боже, я посетил столько церквей. Я так много, у меня опыт христианства, там 30, 40, 70 лет, да сколько угодно. Но это Иисуса не впечатлит. Придя, Иисус Христос, эта притча сказана сразу после стиха, которая говорит, потому и вы будьте готовы. Потому что не знаете, не думайте, когда придет Иисус Христос. И Он говорит, чтобы вам в этот момент, когда я приду с проверкой, с самой главной глобальной проверкой, если вы хотите, чтобы я был вами доволен, очень важно, чтобы в тот момент вы были заняты важным делом. И никаким бы то ни было. Не тем, которым вам в голову пришло. Не тем, которое вы сами для себя определили. Я вас назову хорошими рабами, а мы все хотим когда-то услышать добрый и верный раб. То, братья и сестры, нам нужно, чтобы Он нас застал занятыми. Я знаю, что многие ваши, может быть, к поэзии мирской не очень относятся. Но даже апостол Павел когда-то цитировал поэтов, поэтому я тоже себе позволю. Заболоцкий однажды, я думаю, что все его стих слышали, очень простой, четверостишь, и оно легенькое. Можете наизусть не запоминать. Но оно так четко, вот то, о чем я хочу сказать, отражает. Не позволяй душе лениться, Чтоб в ступе воду не толочь. Душа обязана трудиться, И день, и ночь, и день, и ночь. Я думаю, очень точные слова, братья и сестры. И они, хотя сказаны человеком неверующим, Далеким от Бога, Но ровно то же самое от нас требует Иисус Христос. Братья и сестры, Он говорит, Я хочу, когда приду, Когда я приду проверять, чем вы занимались, Друзья, я не знаю, Я, конечно, хочу принести Ему очень много уже готовых результатов, Но может так произойдет, Что Он придет тогда, Когда я еще не смогу Ему показать чего-то очень много достигшего. Но хотя бы Он хочет увидеть то, Что ты будешь заниматься тем делом, Которое Он тебе сказал делать, Что ты будешь занятым. Братья и сестры, может ли быть человек проданный кому-то, А Иисус сказал, что Он купил нас дорогой ценою, Может ли Он быть свободным, Может ли Он распоряжаться, Я не знаю, представьте, Что вы купили машину, Припарковали ее у своего подъезда, Вымыли преждевременно, Подкачали шины, Все, она идеальная, И вы с утра уже готовы поехать на работу И всем показать свою новую покупку, Спускаетесь, А на вашей машине уехал кто-нибудь вообще другой, Куда-нибудь в другой город, Вам такая машина нужна? Я думаю, что это очень будет грустная покупка. То, братья и сестры, Иисус Христос, приобретя нас, И дал нам определенное задание, Это сто процентов. Нет таких людей, как сегодня говорилось, Кому бы Бог таланта не дал, Кому бы Бог не сказал что-то делать, Но если Он приходит, А мы занимаемся другими делами, И дальше в этой притче Иисус говорит, Истинно, истинно говорю вам, Блажен тот раб, которого господин его придяно, Идет поступающим так, 47 стих, Истинно говорю вам, что над всем имением своим поставит его. Если же раб тут, будучи зол, Скажет в сердце своем, Не скоро придет господин мой, И начнет бить товарищей своих, И есть, и пить с пьяницами, То придет господин раба того в день, В который он не ожидает, И в час, в который он не думает, И рассечет его, и подвергнет его Одной участи с лицемерами, Там будет плач, и скрежет зубов. Братья и сестры, Библия она очень серьезно говорит Про исполнение воли Божьей. Оно очень серьезно говорит. В Слове Божьем написано, Что всякий, кто, ну, Всякую ветвь, не приносящую плода, Я отрезаю и выбрасываю вон. И тут так и написано, От тех ожидает плач, и скрежет зубов. Дальше, если мы бы читали, Там идет как раз притча про таланты, И дальше идет та самая история, Когда предстали люди перед Богом В этот последний день, И он спрашивает, ну, чем вы занимались? И одни начинают ему рассказывать, Мы занимались, там, то, пятое, десятое. Говорит, я никогда не знал вас, Но будут другие люди. Он застал их занятыми. Он когда пришел, они были заняты Очень важным делом. И они ему говорят, Так, а когда мы успели что-то, Когда мы успели тебя накормить? Когда мы дали тебе воды и прочее, прочее? Он говорит, ну, не мне, но вы это делали. И делали для меня. Братья и сестры, я хочу для того, Чтобы проиллюстрировать пример Человека, занятого очень важным делом, Рассказать одну историю из Библии. И прежде я прочитаю стих из этой книги, Из которой мы будем рассуждать. Это Неемия, 6 глава, 3 стих. Я думаю, всем знакомое местописание Неемия, 6, 3. Но я послал к ним послов сказать, Я занят большим делом, Не могу сойти. Дело остановилось бы, Если бы я оставил его и пошел к вам. Созвучно, правда, с тем, что мы читали И о чем говорили. Вы знаете, история Неемии, Это очень интересная история. Я думаю, что мы, Живя в таком христианстве, Знаете, очень часто можем слышать Такие высокопарные слова. Мы друг с другом уже общаемся Не привет, а приветствую, Или там, будь здрав дух твой, Или еще что-нибудь. И мы такие вещи очень говорим, Высокопарные. Мы там не вместо как дела, Мы говорим, Ну, если Бог позволит, То я отвечу тебе. И такие какие-то... Мы живем в таком мире, Братья и сестры, Очень абстрактном, Таком каком-то сверхдуховном. Но есть в Библии истории Такие простые, Такие понятные обычному человеку, Где очень просто объясняется То, какими мы должны быть. Они такие простые. Даже если ребенку рассказать, Я думаю, что он поймет. И вот эта история Неемии. Я как ни пытался в них Каких-то очень таких Сверхдуховных вещей найти, Не нашел. Но нашел для себя принципы, Лично для себя. О том, как человек ведет себя, Когда у него есть от Бога повеление. И как нужно вести себя мне. Неемия был человеком, Который жил в стране Не по своей воле. Жил неплохо, Но жил не потому, Что так сильно хотел. Однажды его родную страну, Где он жил, Начали захватывать. И так вышло, Что он оказался в плену. Так вышло, Что его сделали евнухом. Люди всеверующие, Прекрасно понимаете, Что это значит. У человека уже амбиции На будущее нет. Если он когда-то мечтал, Может быть, завести семью, Или если бы он мечтал, Ну, как-нибудь, Как реализоваться, Как мужчина, Как человек, Этого уже не будет. Ты просто будешь при дворце, Ты просто будешь заниматься Вот этими делами, Ты просто будешь служить царю. И вы знаете, И он этим занимался. Он жил неплохо, Действительно, Но я думаю, Что он, может быть, Где-то воспринимал Вот то, Что с ним происходит, Как воздаяние За то, Что ему пришлось пережить. Да, Живешь ты не в плохих Таких хоромах, Живешь ты рядом Где-то с царем, Постоянно пиршествуешь, Возможно, Есть и какие-то финансы, Все, Но жизнь твоя, В общем-то, Такая, Безвольная. И вы знаете, Братья и сестры, Начинается книга Нееме Из простой истории. Однажды, Из его родного места, Где он жил, Пришли люди. И ему интересно. Он спрашивает у них, Говорит, Слушайте, А что там происходит? Вообще, Как там дела? Ну, И знаете, Его шокирует ответ. То, Что ответили ему те люди, Его очень сильно удивило. И он говорит, Что они сказали мне, Что там разруха. Там нету жизни. Разрушены ворота, Разрушены стены, Голая земля, Любые, Знаете, В пророках было до этого написано Про вот это место, Про то, Как будет сильно разрушен этот город, В каком он будет уничижении. Люди, проходя мимо, Будут освистывать его и говорить, Некогда славный, А сейчас посрамлений. Люди смотрели и видели позор. Некогда великое место, Которое было обещано Богом, Которое было сделано Богом, И то золото, Что там было. Все это было от Бога. Он сделал это все прекрасно. Руками людей, Но сделал прекрасно. А сейчас, Груда развален, Ничего хорошего нет. И вы знаете, Немия, Он не стал, Ну, Ну и ладно. Ну, Ничего страшного. Он не, Он не как-то, Знаете, Он отреагировал, Очень удивительным образом, Его это начало тревожить. Настолько тревожить, Что он за это дело Начал молиться. Друзья, Я маленькую остановочку сделаю. Вы знаете, Мы сегодня с утра Слышали такую мысль, Она мельком где-то упоминалась. Один из говорящих Сказал так, Что можно ли Любить людей, Точнее, Как мы можем любить, Не любить людей, Которые мы видим, Когда мы любим Бога, Которого мы не видим. Как такое может быть? В Библии такой принцип, Что если ты Бога, Которого не видишь, Говоришь, что ты любишь, То как можешь не любить брата? Братья и сестры, Как можно любить Бога, Но не любить тех людей, Которых Бог, Вот он избрал? Как Ниемия, Любя Бога, Не мог любить то место, Где он жил? Как он мог не любить людей, Которые там остались, И вот они в этих развалинах, В этих разруках, Как такое могло быть? Братья и сестры, Он очень сильно любил Бога, По всей видимости. Он сразу кинулся на колени, Но более того, Он очень сильно любил людей, Которые там остались. И он начал молиться. Братья и сестры, он начал молиться, потому что сердце его начало гореть. Он решил что-то с этим сделать. Ему не устраивало то, что там, откуда он ушел, все сейчас плохо. И вы знаете, это удивительно. У человека горе, человек раб, человек не по своей воле в чужой стране. Послушай, это тебе воздаяние за все то, что ты пережил. Сиди, наслаждайся, это и есть то, где тебе надо быть. Наконец-то душа твоя успокоится. Но человек так не живет. Он не живет такими пониманиями, что мне бы лишь бы успокоиться. Мне бы лишь бы комфортно было. Мне бы лишь бы было хорошо. Друзья, он падает на колени и говорит, Господи, если бы у тебя только получилось помочь мне. Он даже не просит о каких-то там великих вещах. Он говорит, просто помоги мне выполнить это дело. Мы часто, друзья, думаем, что когда Бог призывает на служение, это что-то великое. И да, в Библии есть истории, где это происходило невероятным образом. Моисей, горящий куст. Когда он, Давида, ни с того ни с сего приходит пророк, помазывает его на царя. Это все удивительные вещи. Но, братья и сестры, есть моменты простого призвания. Когда человек в сердце своем понимает, я должен быть там, где сейчас нужда. Там люди нуждаются. Это мой народ. Это люди моей нации. Это мой народ. Им нужна помощь. И мы думаем, ну, славяне, мы думаем, так сиди и радуйся, у тебя проблем нету. Занимайся своими делами. Но человек почему-то не успокаивается, он тревожится. Я должен им помочь. Друзья, мы часто думаем, что для того, чтобы понять, какое там служение или что, нам нужно идти к пророку. Ехать куда-нибудь, узнавать от Бога его волю. И да, я не сторонник того, знаете, чтобы все подряд браться и лишь бы вот только больше служения. Я думаю, что когда мы придем пред Богом, мы будем отвечать за что-то очень конкретное. Служений, наверное, наших будет много. Но, знаете, я думаю, что будет то, за что Иисус Христос нас спросит. И спросит серьезно. Потому что было это то дело самое, которое он ожидал, что придя мы будем делать. И вы знаете, Немия, он печалится, он молится, он ищет Божьи воли вот в таком простом, абсолютно простой молитве. К нему не пришел ангел. Не было никакого голоса с неба, не было каких-то людей, которые пришли откуда-то издалека и сказали, да, это так. Он просто в обычной молитве, по желанию своего сердца, понимает, что мне надо этим заниматься сейчас. Братья и сестры, если вы не верите в такие откровения, почитайте Данила. По-моему, 9 глава, там 2 стих, и там написано такие слова. Даниил, читая книги закона, ну-то, священные книги, сообразил. Братья и сестры, Данил, это один из величайших пророков. И когда мы читаем книгу пророка Данила, там в конце откровения, которых, ну, я не знаю, таких пророков, которые предсказали наперед столько вещей, никогда не было. А Данил читал книгу и сообразил. Простая, простая вещь, а на самом деле сообразил он там очень серьезное откровение. И вот тут точно так же написано, он в простоте помолился. И дальше Бог начал содействовать, чтобы он начал быть, я продолжаю эту тему, нам, верующим людям, надо быть занятым очень важным делом. Он получил от Бога, каким делом надо заниматься. И дальше он приходит к царю, он еще только помолился, он еще ничего не предпринял, он не успел бы предпринять. Он приходит к царю и подает ему вино, как обычно, он был виночерпим у царя. И вы знаете, интересная история, когда читаешь, не очень понятно, почему, когда царь спросил его, а чего ты грустный, там написано, что Неме испугался. Но это примерно, знаете, как если бы вы пришли к врачу, да, который ответственный за ваше здоровье, а виночерпи ответственный за здоровье царя, чтобы его никто не отравил, там ничего. И когда ты приходишь к врачу, он сидит грустный. И ты, прежде чем спросить его диагноз, ты думаешь, почему, что случилось? И вот он подает это вино, и какой-то грустный, и царь, наверное, думает, так, подожди, что тут-то тут не так. Он испугался, это на самом деле могло стоить ему достаточно дорого. Если бы дальше царь сомневался, начал бы, может, проверять, не знаю, что было бы, но он спрашивает, в чем дело? И он начинает говорить, что вот там люди страдают, пятое, десятое. И потом дальше он говорит, царь говорит, чем я могу тебе помочь? И он снова молится. И после молитвы он говорит, отправь меня заниматься вот тем, чтобы я это сделал. Брат и сестры, мы знаем историю дальше, я не буду ее всю пересказывать. Мы знаем историю дальше, он пошел, и он начал строить эту стену. Братья и сестры, мы иногда думаем, что тема проповеди, да, быть занятым. Мы иногда думаем, что, ну, я когда-нибудь буду служить Богу. Я когда-нибудь обязательно посвящу Ему годы своей жизни. Но вы знаете, что самое интересное? Их с каждым днем все меньше и меньше. И сделать, ну, для Бога с каждым днем можно только меньше. Больше, ну, тяжело. Братья и сестры, чем меньше дней наших жизней, а мы не знаем, сколько их осталось, тем будет стыднее там, потому что могли сделать гораздо больше. Могли послужить Ему больше, а Бог прямо говорит, конечно. Личные отношения, хорошо, все хорошо, но Он говорит, а что ты делал? Я, придя, хочу найти раба, занимающимся тем делом, которое я сказал. Братья и сестры, Неми услышал этот голос внутри себя. Как-то по-простому, по-обычному пошел делать. Еще один интересный момент. Как только он начал этим заниматься, кто помнит, не знаю, давно читали историю, недавно. Кто помнит, хорошо у него там все пошло, дело пошло как по маслу. Братья и сестры, первым делом, вот как только ты начинаешь что-то пытаться делать для Бога, я не знаю, вы замечали, не замечали, сразу же всем все не нравится. И у Неми точно то же самое. Люди, казалось бы, абсолютно к нему не относящиеся. Я не буду называть их имена, я только помню одного Товия, а у второго какое-то слишком сложное имя было. Вы знаете, и казалось бы, это люди из, ну, вообще не относящиеся к его жизни никак, и они в какой-то момент, самое первое написано, они смеяться с него начали. Думают, ну, слышишь, пойдешь куда-то там делать, какие-то глупости. Потом видят, что Неми настойчивый. Он дальше делает дело Божье. Братья и сестры, у него загорелся огонь, ему все равно, что люди скажут. Он понимает, что это поручение от Бога. Он пошел заниматься этим делом. Дальше они немножко испугались. Почему это он продолжает? И они приходят к нему и говорят, слушай, ты что, хочешь царя свергнуть? Братья и сестры, было у вас такое? Тебе что, больше всех надо? Отчего ты высовываешься? Послушай, да и так все нормально. Тебе заняться больше нечем? И никто не поймет, ты никому не расскажешь этот огонь, который горит в твоем сердце, когда ты действительно... Братья и сестры, вы видели людей, которые вот заняты важным делом? Я не знаю. Пойдите к какому-нибудь ремесленнику. Казалось бы, он этот горшок делает. И кому это интересно, в грязи по локоть ковыряться? А человек сидит. Ему интересно. Он на этом кружале делает какие-то формы. У него глаза горят. И ты никогда не объяснишь ему, что он занимается глупостью, потому что он видит в этом свое предназначение. А у нас у каждого есть свое предназначение от Господа. Это точно. Так говорит Священное Писание. Но почему-то огня в глазах у нас иногда нету. И делом мы не хотим никаким заниматься. У нас дел полно. Нет по локоть в грязи копаться. Эти люди начинают смеяться, они начинают отговаривать его. Но он не преклонен. Он едет туда, они начинают эти работы. И следующее, что делают эти люди, они начинают озлобленно дышать и пытаться его убить. Они пытаются, они хотят внедрить людей, которые придут в то место, где они делают эти все работы, посылают туда людей. И вы знаете, что... Вот казалось бы, да? Ну, Ниемия, ну, кто тебе сказал, что тебе этим надо заниматься? Ну, кто тебе сказал, ну, ты видишь, ничего не идет, как по маслу? Хотя вся книга Ниемии там почти... Ну, там очень часто говорится, что благодеющая рука Бога была на нем. Он один это чувствовал. Обстоятельства не говорили о том, что ему нужно этим заниматься. Об этом ему говорило его сердце, в которое сказал Господь. Очень просто, очень тихо сказал, что тебе нужно этим заниматься. Люди его пытаются убить. Ему все равно, потому что он занят очень важным делом. И в один момент они присылают к нему послов, гонцов, которые должны были его смутить. И должны были позвать его в какое-то там место, куда-то там, я не помню, в какую-то равнину или что. И там якобы они должны вот с ним переговорить, потому что ходят слухи. Брат, знаешь, ты, конечно, взялся за это служение, но я тебе по секрету, по дружбе скажу. Тут такие в церкви про тебя слухи ходят. Ну, слушай, ну я реально тебе по-дружески хочу сказать, ты не занимайся ты этим. Ну, оно тебе не надо. И вот они приходят с этим письмом к нему и братья и сестры. Как мне сильно нравится этот стих, который я прочитал перед тем, как начал вот эту длинную свою историю. Нееме 6 глава 3 стих. Я еще раз прочитаю. Вот приходят к нему эти гонцы там с этими письмами, пытаются ему что-то доказать. И он говорит, но я послал к ним послов сказать, я занят большим делом, не могу сойти. Дело остановилось бы, если бы я оставил его и сошел к вам. Братья и сестры, ему нету дела и нету времени для других разборок. Братья и сестры, что очень, ну я не знаю, замечали, не замечали, чего в церкви много. Много разборок, выяснений, сплетен, там, а ты слышал, а ты знаешь. Но вы знаете, у кого на это нету времени? У людей, занятых важным делом. Вот его приходят и пытаются просто, я не знаю, это такая смешная ситуация. Но он сидит, занимается этой стеной. Стоит с копьем в одной руке, в другой руке там шпатель или что. Ну, там написано до этого было, что для того, чтобы обороняться, им пришлось очень сложные ситуации. В одной руке копье, чтобы защищаться, в другой там шпатель, все. И он говорит, слушай, тут письмо. Слушай, брат, тут такой слух. Слушай, там, ну вообще недовольны тем, что ты занимаешься. Он говорит, послушайте, у меня очень важное дело. Вы не видите, что ли? Братья и сестры, смелость есть только у того человека на такие вещи, которые чувствуют внутри себя. Я должен этим заниматься. Братья и сестры, Иисус Христос каждого из нас призвал точно к какому-то делу. Он первое, вот когда к нему пришли ученики, в первый раз он их видит. И он говорит, ты будешь ловцом человеков. Значит, ты то, ты то, ты то. И они все понимают. Тогда еще, наверное, не понимали, но потом поняли. У Иисуса есть план. У него он точно есть. Я соткал тебя в чреве матери, я предназначил тебя к чему-то. Твоя жизнь не для того, чтобы просто жить, вот так прожить, и все, она есть. Какая-то цель у нее. И ты должен этим заниматься. Вы, я не знаю, видели когда-нибудь, вот если вы не видели, сходите когда-нибудь в места, откуда выходят люди уставшие. Например, на проходную завода. И попытайтесь им после рабочей смены восьмичасовой рассказать какую-нибудь сплетню или какую-нибудь очень историю темную. Вы знаете, они на вас посмотрят и пойдут дальше, потому что они заняты очень важным делом. И как-то прогуливались тоже возле манежа, там, где футбол играют. И там ребята так выкладываются, все, они выходят с тренировки. Я понимаю, что даже там, ну, им вот до дома и в кровать. Им нету дела, и нету времени, кто их фотографирует, кто на них смотрит, кто их встречает. Им дела нету, потому что у них есть цель, у них там чемпионат, у них есть место, которое они должны задать, иначе их выкинут из команды. И вот они сейчас ни на что внимания не обращают. Братья и сестры, скажите, это счастье или несчастье? Быть абстрагированным от вопросов, от проблем, когда ты исполняешь Божью волю, и ты спокоен. Братья и сестры, для этого нужно служить Богу, для этого нужно быть занятым. И Неми говорит, я занят важным делом. И последнее, что я из этой истории скажу, самое страшное, наверное, последнее, что произошло перед тем, как все закончилось, вы видите эту историю. Человек непреклонен, у него есть внутри повеление от Господа, чем заниматься. Он не обращает внимания ни на угрозы смерти, ни на послов, ни на... И последнее было, когда к нему пророк пришел. К нему прошел человек, который от имени Божьего говорил ему, что ему надо делать. И вы знаете, что делает Неми? Он не слушает это пророчество. Братья и сестры, он не слушает это пророчество. Там человек его пытался, подкупили вот эти доброжелатели Неми, подкупили человека и говорят, иди, скажи ему, что нужно сделать то-то и то-то, и скажи от имени Господа. И Неми сам говорит, что он меня упрашивал, там надо было что-то в храм зайти, что-то такое. И говорит, он меня упрашивал и как бы пророчествовал. Человек от имени Бога говорил что-то в жизни Неми, но Неми, братья и сестры, Вот о чем я говорю. Это личное откровение Бога, когда ты знаешь, чем ты должен заниматься. Братья и сестры, кастрюли и гвозди не забивают, и молотком макияж не наводят. Мы все для какой-то цели. И когда тебе пытаются рассказать, чем тебе делать, а в твоем сердце у тебя горит, ты знаешь, что Бог хочет от тебя. Братья и сестры, вот эта первая часть, она такая важная, нам это очень важно знать. Если этого нету, то, конечно, мы немножко в проблеме. Но, братья и сестры, оно должно быть, и вот когда оно уже есть, тебе не важно, кто что сказал. Конечно, если ты, там, я не знаю, твое служение на диване лежать, и приходит пастор и говорит, что не надо этим заниматься, то это, наверное, Бог говорит. Тут, как бы, скорее всего, правда. Но, братья и сестры, как бы то ни было, какие бы ни были сомнения, шумихи вокруг, даже духовные, ты будешь стоять твердо, потому что ты знаешь, и у меня есть очень важное дело. Ну и следующие стихи, когда он прошел это последнее испытание, когда он не согрешил даже в этом, написано, что стена была закончена. Братья и сестры, я не представляю, что переживал Ниемя в тот момент. Когда ты четко понимаешь, что тебе нужно делать, ты знаешь, никто не верит. Люди вокруг сомнения, смута, не поддерживают все, но ты знаешь, я должен этим заниматься, я должен быть занят сейчас этим. И когда ты смотришь на то, что сделали руки твои при содействии Бога. Братья и сестры, я представляю, как апостол Павел смотрел на те церкви, которые Бог ему позволил открыть. Написано в Библии, что со слезами иногда. Братья и сестры, я думаю, иногда это были слезы не совсем горечи, иногда это были слезы умиления, потому что он смотрел на свои мозолистые руки, которым ему приходилось иногда работать, потому что он часто не брал деньги с тем, кому служил, а работал. И с утра до ночи выслушивал этот нескончаемый поток людей, открывал церковь за церковью. Но для чего он это делал? Потому что он четко понимал от Бога цель для своей жизни. Он шел, и несмотря на избиение палками, на приключения странные, на зверей, на какие-то там кораблекрушения, на непонятные вещи. Братья и сестры, он был непреклонен, потому что он знал, я сейчас занят очень важным делом. И вот уже подходит время его к концу, и сидя в тюрьме, я думаю, оглядывался он на все то, что, как он сам скажет, когда-то сделала не я, но благодать через меня. И он смотрел, и братья и сестры благодарил Бога, что он не остановился, что он был занят. Братья и сестры, не позволяй душе лениться, правда? Христианину нужно быть занятым. Не может быть такого бесхозного христианина. Есть в Библии один хороший пример, не так давно у нас в церкви его приводили, человека незанятого. Второе царство, 11 глава, первые два стиха, я не буду зачитывать. В то время, когда все цари пошли на войну, один решил отдохнуть. Его звали Давид. И какой бы он духовный в прошлом ни был, он очень зря решил отдохнуть. Потому что ровно тогда, когда все его военачальники, армия, когда соседние цари, они пошли в военную компанию, он остался дома, и он гулял по балкону. И вы знаете, я думаю, он в жизни своей очень много раз себя судил за ту праздность, которую он допустил. Прогуливаться ведь по балкону не беда, ведь это же не грех. Заниматься, отдыхать, это, конечно, не беда, это нужно. Иисус говорил ученикам, идите отдохните, это точно нужно. Но, братья и сестры, то было время для другого. Там первый стих говорит, что в то время, когда цари идут на войну, когда должен он был быть в другом месте, придя, хочу найти тебя, занимающийся нужным, правильным делом. Он не занимался этим делом, и он, ну, тысячи раз пожалел. И жена его пожалела, и ребенок пожалел. И столько бед, а почему? Не был занят. Брат и сестры, один из проповедников нашей церкви, очень часто приводит такую поговорку, у меня так сильно понравилось, я ее раньше не слышал. Плуг блестит, когда на нем пашут. Брать и сестры, если Бог тебя создал для какой-то цели, и ты ей не занимаешься, то ты гнить начинаешь, ржаветь начинаешь. То ты, не исполняя то, чего ты призван, то ты, к сожалению, теряешь свою эффективность, ты теряешь то, для чего ты вот такой вот есть. Вот ты вот такой вот, не такой, как другие, но ты нужен Богу именно такой для определенной цели. Братья и сестры, мы уже скоро будем молиться, я заканчиваю. Братья и сестры, суть этого слова в том, что нам нужно обязательно быть занятыми. Нам нельзя быть свободными для каких-то ерунды, потому что как только ты начинаешь быть свободным, в голову начинают лезть очень много мыслей. Ты никому не можешь сказать, я занят, очень важным делом, в твою голову одна за другой прилетают стрелы. Займись тем. Ну почему ты хуже других? Ну там, то сделай. Начинается праздность, начинаются непонятные разговоры, начинается осуждение. Тебе все начинает не нравиться в церкви. Тебе начинает все не нравиться в проповедниках, в группах. Тебе не нравится, кто чем занимается. Но, братья и сестры, на кого мы больше в этой истории начинаем быть похожи? На неемию, который молча строит стену? Или на тех людей, которые только им делают, чтобы мешают ему этим заниматься? Может быть и проповедник не что-то не то скажет. Может, группа не так споет. Братья и сестры, но они заняты важным делом. И может быть, к сожалению, кому-то будет обидно, критика, прочее, прочее. Но, братья и сестры, а занят ли ты делом? А если у тебя в сердце вот это простое откровение, неглубокое, не какое-то там приехавшее из дальней страны, тебе письмо, занимайся тем, а просто откровение, что ты должен сейчас для Бога сделать то-то и то-то. Если нет, братья и сестры, то это грустно. И о чем бы хотелось молиться, друзья? Чтобы мы имели от Бога то, что Он определил для нас. То, для чего мы есть на этой земле. То, для чего сейчас у нас есть здоровье. То, для чего сейчас у нас есть руки, ноги, есть финансы. Братья и сестры, то, для чего у нас сейчас есть время, пускай Бог скажет, чем я должен заниматься, чтобы мне не прозябать. И чтобы в один момент, очень грустный, когда он придет, не оказалось так, что я где-то прогуливаюсь на балконе, а не занимаюсь тем, чем должен был бы заниматься. Братья и сестры, я думаю, вы поняли эту мысль. Я хотел бы вместе с вами встать на наши ноги, помолиться, поискать от Бога Его откровение. Будем молиться. Субтитры сделал DimaTorzok